Сидел на это или на это? Да, вот на это. Не умейте пользоваться. Ах, я вот тоже так сделаю. А, не нужен, да? Старик, а Пипитер мне нужен? Мне? Чтобы все думали, что я знаю ноты, да? Чтобы все думали, что вы знаете, что такое Пипитер. Я отозвалась. Складненькая, так что я знаю, что такое Пипитер. Замечательно, что все сбылось. Я анонсировала весну на сегодня. И вот она во всей красе. Я ехала из Москвы, и солнце слепит просто. То есть оно просто сияет во все небо. В общем, надо думать о хорошем, оно точно будет происходить. И, наверное, для начала просто буквально пару слов я скажу о том, что концерт назван диалогом. И несмотря на то, что мы не сидим вдвоем, и не задаем друг другу вопросы, и не перебиваем друг друга, на самом деле это действительно диалог, и длится он очень много лет. Потому что мы очень давние знакомцы, причем я более давний и опытный знакомец, чем Владимир, потому что я-то его слушала в одностороннем порядке еще много лет. Потому что мне казалось, что он был всегда вообще. Я знала его песни всегда. И всегда поражал свою сдержанность и мудрость, и какому-то такому благородному спокойствию по поводу того, что несправедливости в мире много, и он ее видит. Но он никогда не махал кулаками и не призывал к насилию, к мести. Он всегда был несколько ироничен и с такой некоторой грустью. Он был немножко над, скажем, моей и многих моих знакомых бытовой включенностью в мировую несправедливость. Потому что мне всегда казалось, что если для чего-то показывает мироздание несправедливость, значит, надо воспринимать это как задачу, немедленно идти, решать, устранять, спасать. А, в общем-то, жизнь показывает о том, что, собственно, и благими намерениями разные дороги приводят в разные места. Поэтому, конечно, чтобы мы не пели, и, как мне кажется, то, что Володя выбирает меня от напарники не первый год, я больше не буду так долго разговаривать. Это говорит о том, что, в общем, мы, думаю, в одном ключе и находимся в каких-то одних прослойках атмосферы. И поэтому наши собеседники, в общем-то, это общий мир, который нас принимает, который нас слышит, и которому мы очень благодарны за то, что мы не одни. Вот, я так поздоровалась пространно. Ну, я и вовсе не собиралась с серьезных каких-то моментов начинать, но он уже успел меня задить за живое. Вот, поэтому я спою песенку древнюю, такую, нафталиновую песенку, которая написана была во времена распада Союза, когда я грустила о том, что Севастополь — это теперь Украина, и что скоро будут визы, и что все сложнее перемещаться от друга к другу с кухни на кухню. Сейчас совсем другая история. Записенка жива. Повинуясь жребию странному, вдвое удлинив расстояние, Стали для меня иностранными многие родные названия. К западу поедешь, к востоку ли? Если ждут, покажутся близко. Ляречка живет в Севастополе. Ляречка моя в Севастополе. Женька обретается в Минске. Поводя боками усталыми, Как бы не менялась погода, Шлепают вагончики старые Из эпохи дружбых народов. Трудятся, храни по надеждам. Рельсы постаревшие гнутся, Чтобы друг до друга, как прежде мы, Чтобы друг до друга, как прежде мы, Все-таки могли дотянуться. Прежние у них траектории В Ригу, в Кишинев или в Харьков. И в них сдалек, что история Шрамами ложится на карту. Сквозь года по лесу да по полю, Сквозь границы с горки на горку. Ляречка живет в Севастополе, Ляречка моя в Севастополе, Мишка, впрочем, Мишка в Нью-Йорке. АПЛОДИСМЕНТЫ Я пыталась, я не знаю, как это делается. АПЛОДИСМЕНТЫ